итак пока затишье мы с вами сейчас сделаем вот эту картинку я еще не знаю как она получится для меня это тоже чистый эксперимент я объясню что я хочу когда я заметил когда капли эти капают получатся к интересные цветочки дают допустим да как макий но раз получается не пришла в голову мысль какая попробовать я взял стеклянного фигурку коня такая мурбовато но с отломанной ножкой но для эксперимента пойдет и поставил сзади соус бокс чтобы он освещал сзади и по бокам две вспышечки чтобы они и отсюда и отсюда освещали то есть каждая из них на одну сто двадцать восьмую три штуки вполне достаточно будет чтобы просветить воду я налил отстойную у меня вот в таких по сколько тут 10 литров по моему или 5 не знаю в общем они стоят 5 литров кушать не просят и когда мне нужно я наливаю и у меня конечно никаких пузырьков нет это так создать полный камушек потом я хочу какую действительно стеклянную красивую фигурку найти и уже в моей стеклянной вазе который побольше объемом уже это повторить может быть с различными красителями зеленый там красный чтобы допустим на зеленой траве росли красные маки там зависит еще я попробовал от густоты то есть можно деревья делать но сегодня мы попробуем просто вот такая макин попробуем сделать маки и пахарки и маки так сначала я проверю всю световую схему как это работает сфотографируя без всякого почему потому что мне придется делать это почти за один раз каждая капля будет окрашивать медленно в красный цвет а мне все-таки хотелось бы так на чистом фоне ну не знаю как это у меня получится буду пробовать будут здесь как здесь 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 три капельки сделать и 34 и попробовать должен сдвигать уже уже не получится потом при сдвиге то есть совмещать картинки будет очень сложно так ну я сейчас попробую и потом мы начнем и так как вы видите световая схема у меня такая что впереди за сразу этим бассейничком стоит софтбокс это муравьевная фирма служит держателем воды и этого коника и по бокам я сделано тоже на одной сто двадцать восьмой просто для страховки еще парочку вспышек можно обходиться и одной там поставить отражатели может быть и вовсе без одной ну в общем я скажу вам так у нас всего лишь одна попытка поэтому что я хочу сделать я набрал сейчас пищевого красителя пипетку выглядит как кровь кстати если кто-то за ручки беспокоится правильно беспокоиться они потом очень плохо отмывается и что мы сейчас с вами будем делать мы сделаем сейчас первый снимок видим что у нас колик все нормально я разместил специально немножко суда потому что если кто-то бежит то впереди должно оставаться пространство как фотограф вы должны это знать что и сейчас буду пытаться сделать я буду пытаться сделать здесь и здесь сначала первую каплю а потом вот уже тут чтобы и постоянно фотографировать чтобы здесь были побольше деревья да а тут уже трава поехали и и и и и Ну, я думаю, за три раза я получил какие-то картинки, которые могут нам подойти. Допустим, вот одна из них. Ну, я думаю, что в Photoshop я смогу найти более лучшую и, как бы, может быть, добавить некоторую там растительность. И посмотрим, что в концовке получится. Так что сейчас я приглашаю всех в Photoshop. Не те, которые любят, а все. Иначе вы не увидите ничего. Ну, вот, дорогие друзья, мы с вами в Photoshop. И взял я первую серию, она мне показалась наиболее удачной. Так, смотрим. Вот первая капля. Продолжение капля. И пошло. И пошло. Вот, обратите внимание, это уже вот тот самый мак, о котором я говорил, как бы, цветочек такой красивый. Так. И вот 37-ое. Ну, здесь уже кое-где перебор. Вот здесь, допустим, закрыто. И так далее. И я начал собирать это вот на первой, допустим, да. Сначала я поставил ногу. То есть я взял вот ногу вот отсюда. Ctrl-C, Ctrl-V. Подвинул ее вот сюда. Сделал чуть меньше. Развернул. И нашел наложение, затемнение. Так, посмотрим, какое самое лучшее наложение будет. Вот это, затемнение. Видите? Так хорошо наложил стуль. И есть, если где-то небольшие эти, то мы делаем черную маску. Вы знаете, Ctrl-C, Ctrl-V. И все. И теперь уже с белой красочкой. Вы можете спокойно только вытирать там, где вам надо. И тогда фон останется не видимо. Вот так. Все сделали. Соединили Ctrl-E. Взяли вот этот инструмент палец. Взяли замены темным. И вот тут поправили немножко. А потом взяли замены светлым. И тоже выправили. Далее убрать надо нам вот это. Это убирается с помощью инструмента восстанавливающая пись. Нажимаем в том месте, где мы хотим, чтобы так восстановилось. И делаем. И делаем. Стараемся. Дальше то же самое. Здесь лучше с помощью уже штампиков. Потому что здесь края. Потому что здесь края и как бы штампик. Хотя эта кисть не справляется. А вот штампик в этом случае хорошо. Обратите внимание, какие красивые пузыречки здесь у нас на самой лошадке. Прямо украшение. Можно вот тут, допустим, слишком большой блик. Мы сразу сможем взять инструмент палец. Замена темным, затемнить. И вот так это. Оставим маленький кусочек. Остальным затемним. Так. Есть. И все. Ну и вот так лошадку поправили. Убрали то, что не нужно. Какое-то. А, это тоже от лесочки осталось. Можно было обрезать сразу. Чтобы вот так. В общем, тут не мочится. Такой вот у нас импозантный коник получился. Хотя, совсем дешевенькая такая, уже сломанная игрушечка. Но для экспериментов нам пошла. И, то есть, как я сказал, сначала надо нам вот это все мешающие факторы удалить. Кадрировать пока не надо. Так. И теперь смотрим, какую нам наложить. Так, это нет, это нет. Ну, это уже вновь, вот так. Вот. Хороший момент. Хороший момент. С этими, со всякими маками. То есть, мы берем 306-ю. Ctrl-A, Ctrl-C. И идем опять в первую. И накладываем. Вот сюда. Так. Чем хорошо это? То есть, вот здесь у нас лишнее. Мы ставим черную маску. Черная, я сказал, Ctrl-E. И, вот. Черная маска. Вообще не надо было черную. Зря это я сделал. Белую оставим, Ctrl-E. И теперь берем черную кисточку. И вот здесь уже промазываем. Тут у нас уже все чисто, хорошо. Вот сюда можно спокойно удалить. Но мак не трогаем. С маком можем потом заниматься. Здесь, допустим, мне не нравится, что как бы слишком много здесь этого. И тут можно вот так сделать. Вот так. Потом мы можем пойти, допустим, посмотреть, где. Вот. Взять вот этот кусочек. И поставить его на то место. Ctrl-C. Ctrl-A. Ctrl-C. Поставить сюда. Где-нибудь вот так. Допустим. И тоже применить этот способ на затемнение. У меня снова. Вот я путаюсь в русском. Менение затемнение. Просто затемнение. Вот так. Видите? Вот оно и сделалось. И таким образом вы можете выбирать из различных кусочков вот здесь, да, какие вам понравятся там цветочки и делать так, как вам нравится. Не забывайте, что может тут нарисовали ногу, а ее тут нет. Значит, нам надо ее восстановить. Вот так. За этим надо следить. И таким образом можете постепенно, постепенно заполнять. Это уже как вам понравится. Далее отрежете, откадрируете, когда уже вам это потребуется. Здесь можно поставить и вот так. Сведем Ctrl-Shift-Alt-E. Это обезьянья наш, грифта. Вот так. Сюда ее. Здесь тоже. То есть начинаем чистить. Допустим, там, где нам не нравится подводить заплаткой. Вот, допустим, полоса. То, что аквариум маленький, он, конечно, тут просвечивает везде, но в этом как раз и не проблема. Дело в том, что для меня было интересно, как это все будет выглядеть. И потом вы можете, к примеру, взять, попробовать затемнить это все. Вот так. Вот, видите. Вот. И получается уже очень интересная такая лошадка на фоне каких-то фантастических цветов. Да. И тут надо будет просто поработать с этими ну, тут есть вкрапления, которые не нужны. Может быть, поставить звездочки какие-либо. Пока у вас не получится вот такая картинка. То есть, я не стал специально показывать вам этот весь процесс. Он не интересен. Главное, что я вам показал, как это делается. И самое красивое в этом, что я вам отдам все эти семь исходников, из которых вы себе можете слепить такого великолепного коня. разрешение очень большое. Сейчас посмотрим размер изображения. Да. Порядка 37 сантиметров на 29 можно спокойно распечатать хорошую картинку, повесить себе на стенку или сделать как на экран вашего монитора. Ну, в общем, я считаю так. А, вот тут у меня звездочки я еще сделал, то есть, какое-то небо такое. То есть, какая-то вообще фантастическая картинка получилась. И я считаю, что эксперимент удался. Скажите мне, если это не так. Ну, вот, дорогие друзья, немножко фотошопа посидели, вот такую картинку сделали. Такая фантастическая картинка, то есть, какой-то голубой конь на красных странных цветах над ними парит и над ним небо в звездах. Я считаю, что довольно-таки интересно. И вообще, вот этот метод, который мне пришел в голову, я иногда просыпаюсь, у меня что-то это, я записываю, и у меня целый список таких, которые я еще хочу сделать, идеи. И вот это была одна из них, и я очень хотел сегодня ее исполнить, выполнить, да, и мне очень хотелось, чтобы она получилась, потому что мне такое ощущение, что я первый, кто попробовал использовать вот эти вот чернила в воде именно таким образом. И этих примеров полно, где там это все, краски летают, там эти, а вот чтобы взять, попробовать какую-то фигуру при этом стеклянную применить, я думаю, что это впервые, это, так сказать, такая премьера. Может быть, я не знаю, я не искал, честно говоря, и вообще все, что можно было изобрести, уже в мире изобретено, я не исключаю, что кто-то уже до этого додумался, но главное, что я это сам к этому пришел, и вот теперь я буду искать красивую рыбку стеклянную, и ей сделаю такие тоже, такие вот фантастические всякие каплички, дождусь, когда будет у меня голубой и зеленый, тоже сделаю, и в общем, я тогда уже доведу эту идею до победного конца. Вы можете это тоже сделать, потому что, как я пообещал, я все семь файлов, этих или шесть, там сколько, сейчас отправлю на Яндекс.Диск, откуда вы можете взять, это будет ваша контрольная работа, то есть, вам было рассказано и показано, как это делается, а уж это все вместе, то это, ребята, пожалуйста, сами выполняйте, если захотите, можете прийти в нашу группу и потом показать, что у вас получилось, я был бы рад посмотреть. Так, это сказал, это сказал, и вы теперь видите у меня на столе интересный прибор. Это мой анонс. То есть, что это такое? Ну, кто-то из вас уже догадался, это дымовая машина. И я долго думал, ну, как же мне ее применить, потому что, ну, стоимость у нее где-то около 100 с чем-то евро, по-моему, то ли 130 я отдавал, у вас она может быть и дороже, и для того, чтобы сделать парочку экспериментов. Вы знаете, это, наверное, перебор, покупать машину. И поэтому я все думал, как же выкрутиться, сделать самому с этого. И вчера я в поисках в интернете нашел пара ребятишек, довольно-таки молодых, сами изобрели, как сделать с помощью простейших вещей глицерина, кусочка проволоки и там аккумулятора или что они там цепляли. консервные банки. То есть, очень просто, найдите это в интернете, не в интернете, задайте на ютубе дымовая машина своими руками и вы увидите несколько способов, выберите для себя наиболее подходящее. Если кто-то из вас курит, там вообще такая идея есть, то есть, взять запорный кран, к одному концу, допустим, можно прилепить воздушный шар, надуть его, кран закрыт. На эту сторону вставляется сигарета и открывается кран. Дым пошел. Но я это не могу, я уже 20 лет не курю, я это не хочу. Ну, а кто курит, им все равно, что в квартире курите, но ради бога, это можете сделать. То есть, вот таким макаром вы можете выкрутиться. И тогда вам, почему? Потому что для фуд, фотографии, мы будем очень часто, и для экспериментов раздавить, будем часто использовать сейчас дым. Это довольно-таки благодарный такой материал, когда так в дыму что-то такое, такие это. И я думаю, что в фуде, особенно в фуде, там, где нам нужны макароны, будет снизу, показывать, что они там, или еще что-то, горячую картошку, ну, в общем, это нам будет нужно. Поэтому я анонсирую это дело, и говорю вам, ребята, обязательно сделайте. У кого есть лишние деньги, я нашел тоже в Эбэе, 34 евро есть, самый дешевый, 34 больше, наверное, не потребуется. У них есть пульт вот такой, когда она уже нагрелась, достаточно, здесь специальный флюид, то есть, жидкость, которая дает пар, и я могу стоять где-то в стороне и такой дым пускать. Вот, видите, сколько сразу дыма. Ну, разве не прелесть? Причем он безвредный. Итак, дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Я исчезаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА